А я еще раз объясняю, репетиторство это не работа, это временная подработка Ничего себе подработка, ты точно так же выкладываешься, готовишься к занятиям там Да ну, неблагодарное занятие! И время, и силы Интересно, почему тогда репетиторство пользуется таким спросом? Сегодня мы поговорим про работу репетитора, о том, как это удобно, профессионально, интересно, сложно и бесперспективно Репетиторство чаще всего подразумевает индивидуальную работу Соответственно, фокус внимания направлен только на одного ученика, на его образовательные нужды, цели и интересы То есть это полная изоляция, отсутствие командного духа, сотрудничества и соревнований С одним учеником ты в Элиэс не сыграешь Но можно же найти и другие игры, забавные активности для тренировки навыков на уроке Задействуют тренажеры, приложения, чтобы разнообразить процесс обучения К репетиторам обычно приходят те, кто в основной школе испытывает проблемы Ученик мог лениться или много пропускать, или и то, и другое А потом вдруг за один год решает сдать ЕГЭ Очень часто перед репетитором ставят именно такую задачу Нагнать то, что упущено А почему они упустили? Потому что они плохо учились или прогуливали Или преподаватель был не знающий Что еще хуже? Действительно, те, кто обращаются к репетиторам, чаще всего имеют пробелы в знаниях Но надо понимать, что все люди разные Кому-то школьная программа дается сложнее Это вовсе не значит, что ученик неспособный и английский никогда не освоит Просто ему нужен индивидуальный подход, который школа не всегда может обеспечить Как раз индивидуальная форма работы позволяет сфокусироваться на пробелах ученика И помочь ему выйти на новый уровень Репетитор создает программу вокруг нужд самого учащегося И можно работать над одной темой столько, сколько нужно Долбить Present Perfect пока не дойдет А иногда бывает и такое, что совсем не доходит И в таком случае работа репетитора приносит много стресса Репетиторство – это большая ответственность И, к сожалению, ее дети не всегда готовы разделить При этом родители платят деньги и хотят увидеть результат А ребенок сам не хочет ни малейшего усилия прикладывать Не выполняет домашку, отмалчивается на уроке А по итогу в журнале Трайбан Хотя репетитор и родители работают в сотрудничестве с самого первого урока Когда мы говорим об исходных данных Если мы беремся за ученика, значит мы уже увидели в нем желание работать В любом случае преподаватель отслеживает прогресс и регулярно уведомляет о нем родителей Претензий можно избежать, если напрямую говорить с родителями о проблемах с дисциплиной, если таковые имеются Более того, план работы в школе определяется школьной программой В работе репетитора есть больше свободы Можно выбрать интересное пособие, разнообразить активности И все это без жесткой привязки к плану Очень часто на индивидуальных занятиях ученик не только восполняет пробелы Но и углубляется в изучение английского языка, обгоняя школьную программу Про взрослых я вообще молчу Считают, раз заплатили деньги, знания у них автоматически появятся С другой стороны, то, что человек во взрослом возрасте пришел к изучению английского Говорит о его осознанности И чаще всего взрослым ученикам английский нужен для работы Вести переговоры, деловую переписку, конференции Они ставят перед собой долгосрочные цели Переезд, повышение И в таком случае они уже сами замотивированы на изучение языка На SkyTitch блоге недавно вышла статья о том, почему быть репетитором престижно Почитайте, если сомневаетесь, ссылочка под видео Да в этом-то и дело В школьной программе все понятно Есть пособие, есть план, которого мы в течение года придерживаемся А тут тебе нужно самой все материалы подбирать На этом можно тысячелион времени убить А выхлоп один человек Не целая группа, а один Один One Все материалы и разработки, которые мы сами создаем Всегда пригодятся нам в последующих занятиях Так что это прекрасно, когда твоя деятельность encourages you на поиск и создание чего-то нового Такой багаж очень ценен Ну а если работать на платформе Skyenguinbox, то тут вообще ничего изобретать не нужно Все уроки заранее продуманы И на самой платформе очень много методических разработок для всех возрастов и уровней Свободный график тоже имеет свои преимущества Можно иногда чуть-чуть задержаться или начать занятия пораньше И договориться о дополнительном занятии при необходимости Да, и нужно здесь понимать, что репетитор работает по вечерам и по выходным, когда у школьников нет уроков Такой рабочий график далеко не всем подходит А еще иногда, а точнее очень часто, ученики отменяют занятия Так что с точки зрения финансов это не очень стабильный доход Ну, с другой стороны, такой гибкий график удобен и самому репетитору Всегда можно согласовать отмену или перенос урока, если нам это необходимо В общем-то, в каждой работе есть свои плюсы и минусы Конечно, в работе репетитора минусов больше Но если тебе это подходит, то почему бы нет? Ладно Друзья мои, надеюсь, вам понравилось это видео Лично я люблю репетиторскую деятельность, но даже у меня внутри по поводу репетиторства есть некоторые противоречия Что я и попыталась показать вам сегодня А как вы относитесь к репетиторству? Напишите в комментариях На этом не все Хочу предупредить, что уже в этот четверг выйдет первое видео нашей новой рубрики Best for Teachers В котором Татьяна Ярышова, преподаватель Высшей школы экономики, расскажет о самых сложных темах в преподавании английского языка А также в скором времени в рубрике TTTS выйдет свежее видео с Сэроном Он расскажет нам, почему преподавать детям это круто Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал SkyTeach Не забывайте про колокольчик И stay tuned, bye!